Думаю, что мы знаем достаточно данных геополитической ситуации и экономических показателей, чтобы понимать, что нефть будет торговаться в диапазоне между 45 и 50 долларами. Ибрахим Паттл, Rand Merchant Bank. В начале этой недели цены на нефть Brent снова упали после оглашения того, что Иран не будет замораживать производство. Инвесторы обеспокоены нежеланием Ирана изменить решение, что приведет к мировому перенасыщению рынка нефти. Какими вы видите цены на нефть в будущем? Ключевым фактором сокращения цены на нефть ранее на этой неделе стало укрепление доллара к основным мировым валютам в связи с ожиданием скорого повышения процентных ставок. Рынки считают, что существует большая вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки и это укрепит доллар. Влияние доллара на нефть такое же, как и на другое срьется, на которого выражено в долларах. В странах, где доллар не является главной валютой, нефть подорожает выражению их национальных валют. На рынке это может перевести к небольшому сокращению спроса, поскольку импорт нефти становится более дорогим. Таким образом, мы сталкиваемся с двойным ударом. Поставки будут сохранены в полном объеме, что приведет к присыщению рынка. А сильный доллар сделает нефть более дорогим сырьем, что приведет к сокращению спроса. Так, с одной стороны, большое предложение, с другой – маленький спрос. Поэтому цены на нефть упали в начале недели. Перебои с поставками в Северной Америке и Африке привели к росту цены на нефть до максимальной отметки за год, а именно 50 долларов за баррель на прошлой неделе. Теперь же все указывает на то, что поставки возвращаются в полном объеме. Какие цены на нефть вы прогнозируете до конца 2016 года? Думаю, что мы знаем достаточно данных геополитической ситуации и экономических показателей, чтобы понимать, что нефть будет торговаться в диапазоне между 45 и 50 долларами. Когда в игру будут вступать факторы, приводящие к снижению цен, будут фиксироваться нижние уровни диапазона. В силу таких факторов, как перебой с поставками или геополитическая напряженность, цены будут увеличиваться. Вероятно, даже превышение отметки 50 долларов. Но для этого понадобится очень сильный фактор, как геополитический дисбаланс или значительное уменьшение поставок. Но пока, учитывая текущие данные, я прогнозирую диапазон 45-50. И напоследок, какие факторы могут оказать наибольшее влияние на цены на нефть? Снова-таки ориентироваться нужно на спрос и предложение. Стоит ориентироваться на факторы, которые влияют на спрос или предложение. Какие индикаторы могут указать на будущий спрос? Если запасы США начнут иссякать, то увеличится спрос со стороны США. Чем агрессивнее настроен ФРС, тем больше шансов на укрепление доллара, что окажет влияние на спрос. Также важно учесть на происходящее в США, Японии, Еврозоне, Китае. Например, в Азии цены на железную руду на этой неделе сократились, ввиду ожидания замедления экономической и промышленной активности. Нам важны эти индикаторы, поскольку они напрямую указывают на спрос. Со стороны предложения нас интересуют геополитические факторы, которые могут подорвать поставки сырья на рынок. Также стоит следить за объемами производства в США. Есть ли повод опасаться перебоев в поставках? Ответ кроется в геополитических факторах. Вы уже сами упомянули пример Ирана. Всем интересно, изменит ли страна свое решение по поставкам и производству. Таким образом, основа – это спрос предложения и связанные с ними факторы. Ибрахим, спасибо вам за беседу. Дорогие зрители, оставайтесь в Докоскопе ТВ.